Здравствуйте! Это еженедельная информационная программа «Стоп-кадр» на ТНТ «Онега». Я, Ефим Овчинников. Сегодня увидите. Дороги Петрозаводска просят ремонта. Горожане попросту боятся по ним ходить и ездить. И в то обнаружил все. Слюни собакские, там все зубы, мубы. Вот такие причины на машинах. Бродячие собаки продолжают рвать на части дорогие автомобили. На этот раз досталось БМВ. Петрозаводск на пороге грандиозного скандала. Памятный знак защитникам города на Древлянке хотят разрушить. На ремонт и содержание петрозаводских дорог из городского бюджета дополнительно выделят 100 миллионов рублей. Такое решение приняли депутаты Петросовета. В список улиц, где появится техника, попали Карельский проспект, Шотмана, Сулажгорская, Видонская фабричная и проезд Курганский. В наши петрозаводские ямы машины скоро целиком будут проваливаться. И этому, кажется, никто уже не удивится. Происшествие на Хейканино сняли очевидцы. Ладно машины, люди в опасности. Это улица Боровая, в конце которой не так давно с помпой открыли новый детский сад. Потратили почти 250 миллионов рублей. Все бы хорошо, да забыли про старую дорогу, ведущую к детскому учреждению. Больше всего переживают родители, которые дважды в день по этой дороге водят и возят детей в детский сад. Он рассчитан ни много ни мало на 300 мест. Легко представить переживания горожан. На дороге, как вы видите, очень глубокие ямы, открытые люки. И попасть в яму может ребенок, но не только ребенок, но и взрослые, которые идут в садик. Здешние ямы становятся больше с каждым днем. Весна делает свое дело, как бы показывая, насколько халтурно эта дорога была построена изначально. Бездомные собаки обезобразили очередную иномарку в Петрозаводске. На этот раз BMW. Кошка забралась под капот, псы бросились ее оттуда доставать. Все по сценарию уже знакомому автомобилистам. Эти бездомные собаки и кошки в далеком прошлом явно голубых кровей. Нет, чтобы прятаться в каких-нибудь недорогих машинах и потом рвать их на части. Так этим подавай вполне приличные иномарки. Вардан Авакимян, когда увидел свою ласточку после животных разборок, немало расстроился. Вот здесь под фармик все содрано, дырки на вампирах всех. Вот пластмассы нету. Вот здесь все сорвано. Капот. Вот крыло. Ну, выходил, ближе подошел, я уже видел, что там все собаки уже ясно было. И в то обнаружил все слюни собакские, там все зубы, мубы. Вот такие причины на машинах. Пару недель назад по тому же сценарию подобная стая изуродовала дорогой внедорожник. Кот под капотом, собаки снаружи. Скорее всего, мэрии Петрозаводска или подрядчику, который вызвался избавить город от большинства бродячих собак, придется отвечать. Прецеденты уже были. В 2015-м за нечто подобное автовладелец отсудил 80 тысяч рублей. Тогда, кстати, власти города с безнадзорными животными практически не боролись. Сегодня надежда есть. Работа идет. Все заявки отрабатываются. Но учитывая то, что стаи перемещаются по городу, такие ситуации могут возникать. Но это у нас постоянная повестка, поэтому работаем. Пока же власти обещают бороться с бродящими животными, автовладельцам хоть корки апельсиновые под капотом прячь. Или чего там, кошки боятся. Стаи собак народ встречает в разных уголках города. И проблему эту так просто не решить. Бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который предложил усыплять бродячих собак, любители животных назвали живодером. А ведь собаки могут погнаться за кошкой, которая, к примеру, в поисках спасения запрыгнет на руки к ребенку. Что любители бездомных братьев наших меньших скажут тогда? Спортсмен из Карелии Семен Ксиных получил золотую медаль на играх специальной олимпиады в Австрии. Он показал лучший результат по горным лыжам в своем дивизионе в дисциплине слалом-гигант. Карельский лыжник Семен Ксиных пока еще в Австрии. Специальная олимпиада продолжается. В ней участвуют больше двух с половиной тысяч спортсменов с нарушениями интеллектуального развития. Представлено 105 стран. Нам удалось пообщаться с Семеном незадолго до его поездки на знаковые соревнования. Как это часто бывает в России даже с именитыми спортсменами, живет Семен крайне скромно. Комната в общежитии Медвежегорска всего 9 квадратных метров. Там и жена, и маленький ребенок, и масса медалей с самых престижных соревнований. Семья дружная, вместе они справляются с тяготами быта. Семен при этом не перестает тренироваться. Тренировки он совмещает с работой на горнолыжном склоне, обслуживает подъемники, следит за порядком, помогает обучать молодых спортсменов. Семен объездил много стран, но в Австрии еще не был. Я сейчас еду туда первый раз. Как бы не знаю, что за соперники будут, какое соперничество будет. Я думаю, что очень серьезное. Поэтому готовлюсь очень упорно и серьезно. Тренировался Семен не зря. Золотая медаль в дисциплине «Слалом гигант» теперь у него. О том, как будут встречать спортсмена на родине, поздравлять, мы расскажем в следующих выпусках программы «Стоп кадр». Митинги в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией прошли по всей стране. В большинстве городов они напоминали народные гуляния. Петрозаводск в стороне не остался. Народ отправился на улицу. Ближе к Крыму Карелия стала в апреле 2014 года. Именно тогда было подписано соглашение о сотрудничестве между нашими регионами. Кроме того, и Феодосия, и Петрозаводск – города воинской славы. Почва для дружбы есть. Сейчас, по словам представителей нашего правительства, идут активные переговоры об организации отдыха карельских детей в здравницах полуострова. Вы знаете, когда 18 марта, три года тому назад в Кремле, федеральное собрание на торжественном заседании голосовало за включение Крыма в состав России, это было такое волнение, и такой подъем, и такая гордость за Россию. Это словами не передать. Крым наш был, есть и всегда будет. Мы никогда никому его больше не отдадим. По-своему, 18 марта отметили карельские коммунисты. Они возложили цветы к памятнику Ленину. Своей акцией напомнили о референдуме 91-го года, когда население высказывалось за сохранение Советского Союза, но его, по мнению коммунистов, не услышали. А теперь еще о патриотизме и любви к родине. Петрозаводск на пороге грандиозного скандала. Памятный знак в честь защитников города на Древлянке хотят разрушить. Пушки, установленные рядом с камнем, собираются увезти оттуда представители музея при МВД Карелии. Памятный знак защитникам Петрозаводска появился на Древлянке в прошлом году. Он стал частью большого проекта по благоустройству парка, который раскинулся вдоль Неглинки. Горожане уже успели полюбить этот мемориальный комплекс. Здесь всегда цветы, рядом гуляют дети. От родителей, бабушек и дедушек узнают о нашей истории. В Петрозаводске времен войны. Как гром среди ясного неба появилась новость. Представители музея при МВД Карелии, которому принадлежат пушки, решили их отсюда убрать. И по сути разрушить памятный знак. Слышать они ни о чем не хотят. Наши говорят пушки и все тут. Так у нас в Петрозаводске заботятся о патриотическом воспитании молодежи. И главное кто? Люди в погонах. Подробности этой чудовищной истории завтра в программе «Резонанс» на ТНТ «Онега». В эфир она выйдет в 19.00. Не пропустите. Пока все. Это была программа «Стоп-кадр» на ТНТ «Онега» и я, Ефим Овчинников. Есть любопытная информация. Наш телефон 59-20-50. Сайт tnt-defis.onego.ru До свидания. Редактор субтитров А.Семкин